Здравствуйте, меня зовут Никифоров Евгений, я профессиональный шеф-повар и владелец кафе Кайзен в Санкт-Петербурге. Кайзен в японской философии означает постоянное усовершенствование, и этот принцип мы применяем в работе нашего кафе постоянно. Перед самой пандемией я успел подключиться к системе UDS, которую я теперь называю «моя UDS-очка». Благодаря UDS-очке мы решили основную проблему коммуникации с нашими гостями во время пандемии, пока мы были 4 месяца закрыты. Когда на улице нет никого, гости и все, кто к нам ходил, думают, что все рестораны закрыты, сюда не попасть. И мы начали с ними коммуницировать с помощью пуш-уведомлений, с помощью переписки, там напрямую можно переписываться. И люди таким образом поняли и узнали, что у нас можно прийти поесть, купить с собой. И таким образом, благодаря ей, мы довольно-таки с комфортом вышли из этого периода, пока мы были закрыты. Одно из самых классных преимуществ, которые я лично вижу в системе UDS, это то, что не надо мучить людей для того, чтобы записать их себе в клиентскую базу. Раньше там были анкеты, заполнять вот это все, время тратить, уговаривать гостей. Сейчас это все ничего не нужно. Человеку достаточно скачать QR-код, и он автоматом попадает нам в базу. Это очень удобно и гостям, и, соответственно, нам, потому что это очень удобно. Мы, кстати, находимся сейчас у нашего бара, где у нас установлена система автоматизации с дополнительным девайсом, который позволяет еще более эффективно пользоваться системой UDS в обслуживании наших гостей. В оперативной работе системы UDS я вижу три главных замечательных преимущества. Это то, что можно подключить пистолет и считывать QR-коды гостей очень быстро. То, что можно давать сдачу баллами, и это очень удобно, что люди мелочи не таскают, и нам тут не приходится ее копить. И видеть улыбки гостей, когда они накопили достаточное количество баллов и могут воспользоваться в моменте своей скидкой и получить еще кэшбэк с той покупки, которая у них осталась фактически. Бытует мнение, что людям сложно скачивать приложение, что трудно людям объяснить, как там зарегистрироваться. Но, как показывает практика у нас в кафе, 25% гостей из нашей базы самостоятельно по этому тейбл-тенту скачали приложение и зарегистрировались в нем. А это на сегодняшний день 588 человек в нашей базе. Хороший результат. Меня зовут Павел Никифоров, я партнер компании Global Intellect Service, эксперт по сарафанному маркетингу, занимаюсь профессиональным внедрением платформы UDS в бизнес. Пять задач, которые мы поставили перед собой, это первая, оцифровка клиентской базы, вторая, увеличение среднего чека, третья, возвращаемость клиентов, четвертая, привлечь клиентов через сарафанное радио и пятая, одна из ключевых задач, это коммуникация с клиентами, оповещение их о новостях и акциях компании. И вот такие результаты мы получили. За два года использования UDS итоговый профит составил более 2 миллионов рублей. И теперь мы перейдем к статистике. Я озвучу вам те цифры, которых мы достигли. В клиентскую базу отцифровано 2033 человека. Оплата баллами составила всего 414 469 рублей, и это 3% вместо скидки 10%. Компания сэкономила 937 тысяч рублей на замене скидки на кэшбэк. 425 клиентов попали в базу через источник трафика UDS App. 128 совершили покупку на сумму 455 809 рублей. 452 клиента пришли по рекомендациям. 196 совершили покупку и принесли в кассу 424 299 рублей. Средний чек вырос на 26%. С 501 рубля до 636 рублей. До внедрения UDS в кафе была скидка 10% и компания недополучала живые деньги от клиента. После замены скидки прямой на кэшбэк мы вернули в компанию 7% и оплата баллами составляет на данный момент не более 3%. В итоге в кассу мы вернули 937 тысяч рублей. Я люблю это кафе и я самый эффективный рекомендолог. За 2 года я пригласил в Кайзен 276 человек. Бонусы с покупок моих друзей составили более 13 тысяч рублей, которые я трачу в этом кафе на свои покупки. Мы подготовили для вас специальный QR-код на получение чашки кофе в кафе Кайзен. Совершенно бесплатно. А если у вас есть вопросы по антикризисному управлению в ресторанном бизнесе, то подробности в описании.